Добрый вечер! У меня не так много времени, я постараюсь уложиться. Мы провели небольшое исследование, касающихся возможности роста производительности труда и возможности роста экономики. Наш президент в своем послании обозначил, что экономика России должна расти темпом не ниже мировой экономики. Это означает, что в ближайшей перспективе мы должны достигнуть 3,5 темпов прироста. Исходя из инерционного роста, наша инерция показывает, что в последние 10 лет мы имеем где-то 0,7% в год. Причем за этот период производительность труда растет на 0,78%. Да, численность занятых снижается. Следовательно, нам необходимо обосновать 2,8% пункта роста. В истории не существует значительного роста экономики на снижающемся рынке труда. Когда численность труспособного населения снижается, то, что происходит у нас сейчас. Поэтому возможности роста будут обеспечены возможности роста экономики или дополнительными возможностями роста занятых или возможностями роста производительности труда. Что касается занятых, первая статья, которая может пополнить ряды занятых, это лица, остающаяся в трудоспособном возрасте в результате реформирования пенсионной системы. Наша статистическая служба Росстат в декабре пересчитала прогноз численности труспособного населения с учетом этой поправки. Таким образом, государство решило пойти по пути меньшего сопротивления. Не решают существующие проблемы на рынке труда. А увеличивая численность труспособного населения. Следующая статья, которая может быть ресурсом для занятых, это неполная занятость. Дальше миграционный прирост и экономически неактивное население. Экономически неактивное население. А вот вы можете увидеть на этом слайде вариант демографического прогноза Росстата. Высокий и средний вариант. Мы видим, что в высоком варианте численность населения в трудоспособном возрасте увеличивается на 7,5 миллионов за период с 2018 по 1935 год. А в среднем варианте 5,5 миллионов прирост. В среднем варианте 5,5 миллионов прирост. Естественно, такой результат получен за счет числа лиц бывших пенсионеров. Это означает, что занятость может прирастать за этот период среднегодовым темпом 0,3% в год. С учетом незначительной ликвидации неполной занятости. Что касается производительности труда. Есть ли у нас возможности роста производительности? Опыт развитых стран показывает, что со временем совокупная факторная производительность замедляется. Да, но Россия, в отличие от развитых стран, производственные ресурсы для значимого роста экономики имеются. Да, может быть, с финансами проблема, а с производством все в порядке. Мы видим, что производительность труда в России с 1991 года значительно сократилась. И до сих пор производительность труда, уровень производительности составляет половина или меньше от уровня производительности в развитых странах. Мы выделили факторы, которые влияют на рост производительности труда. Первый и наиболее важный фактор – это уровень динамика технологического развития. При росте инвестиций на 8-9% в год, при росте инвестиций на 8-9% в год, при росте продуктивности по первичным ресурсам составит около 2% в год, при соотношении динамики производительности труда и продуктивности 1,008% в год, на 1,008% в год, Дальше. На производительность труда, на уровень и динамику. Влияет уровень динамики оплаты труда. Как мы видим в секторах, где заработная плата растет быстрее, ускоренными темпами? Ускоренными темпами растет и производительность. Эта взаимосвязь очевидна, однако она незначительна. При росте зарплаты на 3% в год мы имеем всего 0,3% при росте производительности. Да, эти взаимосвязи были рассчитаны на период с 2000 по 2017 год. Да, и мы считаем, что в ближайшей перспективе они не изменятся. Дальше структурный фактор роста экономики может добавить к росту производительности 0,2%. Структурный фактор роста означает изменение структуры производства за счет повышения доли отраслей с более высоким ростом производительности труда. Вот мы видим графики продуктивности экономики и производительности труда. Мы видим, что со временем динамика продуктивности замедляется. Последние 10 лет это 1,3% в год. 1,3%. Так, дальше. Вот наши результаты. Значит, инерционный прогноз производительности труда получен по уравнениям регрессии, которые учитывают продуктивность экономики, валовый выпуск. Однако, мы получили 0,9% прироста за период 2017-2035 год. Это несложно предсказать, исходя из существующей инерции. Далее, наиболее значительный вклад в технологических изменений. Да, это 2,8%. Ну и все остальное. В итоге мы имеем 4,2%. Максимальный рост производительности 4,2%. С учетом пересмотренного прогноза Росстата и увеличения числа занятых, мы имеем итоговый рост экономики, максимальный рост экономики до 1935 года. 4,5%. 4,5%. Все, спасибо за внимание. Все, что я хотела сказать, спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Дальше. Дальше. Спасибо большое. Это было очень интересно. Я спрашиваю, что вы наблюдаете здесь? Не есть ли это последствия или последствия закона для луи? Кадор вердум. Кадор вердум. Это означает, когда спрос уменьшается, сжимается. Лучше. Лучше. Рост экономический рост тоже сжимается. И так, что продукты, и производительность драста. И производительность сжимается. Потому что, если вы выходит уходы, с�жается. Потому что, если вы получаете, это не достаточно. И было бы интересно провести эконометрические исследования, чтобы сказать и не снижать цели производительность труда именно из-за вот этого снижения этих указных факторов. Мы считаем, что производительность труда снижается именно из-за этих факторов. Влияние низкого роста инвестиций также прослеживается и в динамике продуктивности по первичным ресурсам. На последние 10 лет она практически не растет. Мы получили 4,5% максимальный темп роста экономики. Благодаря тому, что инвестиции в нашем сценарии будут расти темпом не ниже 8-9% в год. Как мы понимаем, в нашем случае нужны значительные серьезные меры, как экономические, так и политические, чтобы достичь этого роста. Александр, с чего? Ну, Елена Сергеевна, с одной стороны, все сказала правильно, а с другой стороны, нужно понимать специфику нашей экономики. Это не только результат низкого объема инвестиций, сколько результат низкого спроса. То есть, на самом деле, ситуация такова, что у нас сейчас избыточный объем производственных мощностей. То есть, избыточный по отношению к текущим параметрам спроса. Ну, и естественным образом, когда падает спрос, падает серийность производства, распродукция. А занятость реагирует на это с меньшей эластичностью. Ну, и вот, соответственно, это просто такой арифметический результат. Ну, а дальше все, что касается средней и благослужившей перспективы, было сказано правильно. Да, у меня вопрос какой. Не первый и третий факт вот здесь, они друг друга не противоречат линиям? Если смотреть на таблицу роста продуктивности в отраслях, которая уже была... В общем, мне кажется, что там были финансы, и еще что-то там не было машиностроения в межтехимии. Это не продуктивность. Это зарплата. Это зарплата. Это зарплата. В общем, вопрос такой. Если мы рассчитываем на структурный рост продуктивности за счет вашего строения и применения в межтехимии, то не отвлекает ли, конечно, ресурсы из других отраслей, где есть запас по росту продуктивности? Не снижает подказанность? То есть, да. То есть, пиржи может работать либо в первом факте, либо в третьем? Да, я поняла. Я согласна. Такое может быть. Такое может быть. Мы считали это отдельно. Как это совместить, пока я не могу сказать. Мы снижали их. Мы снижали их. Но как мы снижали их? Мы снижали их.